Мы пытаемся представить сегодня реальную картину нашей действительности, я имею ввиду в экономике, и поговорить о перспективах. Итак, сегодня у нас в гостях Ахра Аристава, замминистра экономики, Беслан Куправа, представитель блока оппозиционных сил, и Беслан Цвинария, депутат парламента. Вы знаете, сегодня мы хотим поговорить о той реальной обстановке, которая существует в экономике у нас в республике, но, конечно же, мы не можем об этом говорить, не учитывая весь контекст, и мировой в том числе, потому что так или иначе и мы от этого во многом зависим. И наш стратегический партнер, Россия, конечно же, тоже зависит от тех обстоятельств, которые складываются в экономическом пространстве мирового такого масштаба. Вы знаете, конечно же, наша экономика все еще нуждается в поддержке, и наш стратегический партнер, вот это основной помощник в нашей финансовой деятельности. И поэтому я бы хотел начать нашу передачу с того, чтобы мы как-то определили вообще вот наши взаимоотношения с Россией, насколько в экономическом плане они продвинуты, потому что многие говорят о том, что наши взаимоотношения, они характеризуются, например, как слаборазвивающиеся, другие отмечают какую-то положительную динамику. И вот в связи с этим, конечно, бы я хотел, чтобы первым по этому поводу Ахра, вы сказали. Вообще, как вы охарактеризуете наши взаимоотношения? Мы же, наверное, по Абхазскому, где-то пойдем со старших. Мы пойдем по экономическому. По экономическому. Вы знаете как, я вот, извини, что перебиваю, скажу так, но это может быть какая-то доля шутки в этом есть. Мы имеем сегодня у нас в эфире представители власти, представители оппозиции и вот человека, который представляет, так сказать, народ, нейтралитет. И в данном случае я вот, как тот, кто сможет это дело все как-то урегулировать. Я так надеюсь. Итак, Ах. Еще раз добрый вечер. Всем спасибо за приглашение на эфир. Ситуация, вы правильно акценты расставили. Действительно, в мире идет затяжной экономический кризис. Экономика Абхазии открытая. Естественно, мы не можем быть от этих процессов никак оторван. Это касается всех наших торговых партнеров. Основной наш экономический и торговый партнер Российская Федерация. Основной источник финансовой безвозмездной помощи тоже идет с Российской Федерацией. Наши взаимоотношения с Россией я характеризую как стратегические, открытые, добрососедские. И если говорить об экономике, основу, конечно же, взаимоотношениям экономическим тесным были основы заложены после того, как Российская Федерация признала Республику Абхазия. И были подписаны многочисленные договора. И в экономической части в том числе. На сегодняшний день у нас основной экспорт товаров идет в Российскую Федерацию. Далее основной поток валюты, который приходит в страну, идет вместе с туристами тоже практически. Более 90% из Российской Федерации. И, конечно же, если говорить о мировом кризисе, то, что есть последствия с курсом валют, мы находимся в рублевой зоне. И, конечно же, мы от этого очень сильно зависим. — Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к той критике, которая идет от оппозиционных сил, в том числе от блока оппозиционных сил, о том, что эти взаимоотношения развиваются в недостаточном темпе, может быть, так скажем? — Дело в том, что это вопросы информационные. — Но проинформируйте нас, пожалуйста, сколько Ваших. Есть положительные динамики? — Когда идут переговоры тесные, естественно, что-то идет в прессу, что-то не идет в прессу. Я скажу, что основным толчком для тех людей, включая меня, которые доверили определенные должности, и такой переломным моментом был экономический форум, который проходил в Абхазии, где фактически люди знакомились. С российской стороны, кстати, тоже очень много было высокопоставленных чиновников, молодых, новых, энергичных. Там были расставлены те приоритеты, цели, задачи, определена стратегия. Там было доведено до российской стороны о том, что приоритетом и основными задачами, которые поставил президент Республики Абхазия перед экономическим блоком правительства, это поднять рост экономики, рост промышленного производства, рост туризма и рост сельхозпереработки. То есть, чтобы в сельское хозяйство пришла промышленность, чтобы глубина сельхозпереработки увеличилась. Вот вы можете по этому поводу сказать о каких-то успехах, в этом направлении успехов, в развитии отношений с Россией экономической, конечно? Ну, успехи, конечно же... В чем это выражается? Выражается, в первую очередь, встреча была двух президентов в Москве. Рауль Джунковича Хаджимба, Владимира Владимировича Путина. И, в принципе, это было в прессе. И та политика экономическая, которая проводится сейчас, она получила поддержку. В чем это выражается? В первую очередь, это выражается в том, что российская сторона пошла навстречу абхазской стороне, и будет докапитализация нацбанк в размере до 2 миллиардов рублей. Эти деньги нужны республике Абхазия для того, чтобы наши предприниматели, которые хотят заниматься производством, сельхозпроизводством, туризмом, они имели доступ к дешевым финансовым ресурсам. Понятно. Это вот как бы вы говорите о перспективе. Знаете, я бы все-таки хотел, чтобы как-то мы охарактеризовали все-таки нынешнее положение, вот то, что было у нас в заглавии, это реальность. Вот о каких-то цифрах, может быть, идет речь, о которых мы не знаем, для того, чтобы понять картину того, какова она сегодняшняя реальность. Вы акцентировали внимание на взаимоотношениях с Россией. Реальность у нас такова, я уже это озвучивал в интервью, то есть у нас на сегодняшний день все цифры, которые мы имеем, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что и 2015 год, и первый квартал 2016 года мы имеем устойчивый экономический рост. Понятно, что наше население это пока не почувствовало, но мы имеем цифры по экспорту. В прошлом году экспорт промышленной продукции был увеличен ровно в два раза. В два раза мы продали товаров за границу в 2015 году больше, чем в 2014 году. Первый квартал мы имеем устойчивую тенденцию, то есть рост экспорта продолжается. Если в 2015 году, в первом квартале у нас было продано за границу товаров на 1 миллиард рублей, то уже на 26 марта, то есть еще квартал не закрылся, мы продали на 1 миллиард 867 миллионов рублей. То есть экспорт, линейка товаров расширяется. Там не только винзавод увеличил, увеличивались поставки воды, увеличились поставки переработки производства в сфере биоресурсов, рыбы. И поэтому, то есть и в 2015 год мы видим динамику, потом цифры в 2015 году у нас промпроизводство в денежном выражении выросло с 2 миллиардов 600 миллионов почти до 5 миллиардов. 4 миллиарда 900 миллионов. Это в 2015 году? В 2015 году это официальные цифры. За счет натурального производства или все же цены тоже собирались? Нет, во-первых, открылись, запустились новые предприятия. Ну, естественно, хребет и флагман нашей промышленности – это Сухумский винзавод, который к этому шел много лет, к таким показателям. Дополнительно, я хочу сказать, усилия правительства и президента касались возврата безнадежных кредитов. То есть кредитный портфель, вот эти 600 миллионов, которые вернули, они пошли опять же в промышленность. О кредитах мы тоже позже поговорим. Это кредитный портфель увеличился с 2,5 миллиардов до 3,2 миллиардов. Это огромная помощь. Некоторые предприятия докупали оборудование, запустили новые линии. Поэтому, то есть... Понятно. Скажите, пожалуйста, Беслан, вот как вы считаете, вот та экономическая реальность, какова она на сегодняшний день? Она вот блокам оппозиционных сил поддается резкой критике и иногда называют, что это, в общем-то, кризисная ситуация. — Дело в том, что я не разделяю оптимизма, высказанную моим оппонентом. Если вернуться к цифрам, то бюджет 2015 года, фактическое исполнение по собственным доходам составляет 3 миллиарда 675. Вот в этом районе мы находимся. Да, это увеличение на 20% по сравнению с прошлым годом. Но мы не должны забывать, что у нас инфляционный процесс тоже находится на этом уровне. И покупательская способность рубля резко упала, к великому сожалению, для нас. Поэтому мы говорим, что население наше, особенно бюджетники, естественно, реально стали доходов получать меньше. Мы не можем этот бюджет проиндексировать те потери, которые наше население получило в результате этих процессов, негативных процессов, которые происходят сейчас в связи и с кризисом мировым и так далее. Но, знаете, в каждой ситуации есть две стороны медали. Есть положительная сторона и есть отрицательная сторона. Но для нас открываются новые возможности российского рынка. Мы должны этим воспользоваться. Мы об этом говорили всегда. И когда мы занимались в рамках комплексной программы, комплексного плана, значит, развитием агропрома, сельского хозяйства, садоводства, помните, вот, гербернизации Абхазии и прочее, сколько у нас было, так сказать, критики и прочее, прочее. Жизнь в последующем показала, доказала, что эта линия была верной. И наша главная задача была сохранить то, что было сделано в тот период, воспользоваться этим моментом. Сейчас эта продукция крайне важна, нам нужна, но ее у нас, этой продукции, к сожалению, в том объеме нет, в котором мы бы хотели бы. И туристический комплекс тоже наш, я думаю, очень выиграет из этой ситуации, потому что очень сузился поток туристов в зарубежные страны, российских туристов, я имею в виду. И мы надеемся, что они, значит, приедут к нам в Абхазию. Это вот положительные моменты, которым мы должны воспользоваться. Но, опять-таки, говорю, я, значит, с уважением отношусь к тому труду, который сделали налоговики и другие, которые, значит, обеспечили доходную часть бюджета. Все это понятно, но этот бюджет не дает нам того развития, которое мы, значит, хотели бы иметь. На будущий год планируется бюджет по собственным доходам 3 миллиарда 700 где-то 54 миллиарда. Республиканский. Да, на будущий год. Вы понимаете, рост опять незначительный по сравнению с этим годом. Опять незначительный рост, понимаете, по сравнению с этим годом. Мы с таким ростом не выполним тех задач, тех обещаний, которые были даны нашему народу, новому руководству. Это невозможно сделать. Но для того, чтобы бюджет рос кратно, нужно, чтобы расширялась налогооблагаемая база. Налоговик не может просто так пополнять, ему неоткуда взять эти платежи в бюджет. Он должен постоянно иметь соответствующую экономическую базу. Вот здесь у нас, значит, проблемы есть. Вот здесь у нас движение не те темпы, которые отвечают нашим интересам. Поэтому я считаю, что нам очень всем, всем обществу надо серьезно над этим призадуматься. На самом деле, конечно, обществу нужно призадуматься о особенности вот этой темы уплаты налогов. Вообще-то нужно как-то привести общество к пониманию того, что неуплата налогов или те новые какие-то вводящиеся сейчас реформы в налоговой системе, это все-таки то, что должно сработать на благо людей. Правда же, у нас как-то, да, и за свет мы не платим, и за логу никто. Можно некоторые уточнения по этому вопросу? Пожалуйста. Вот по поводу налогов. Знаете, я, значит, в 94-м году так получилось, что руководил налоговой службой, вот когда она образовывалась после войны сразу же. И мы тогда писали налоговое законодательство. В основном за основу брали мы российские варианты, но наша позиция была, как можно уменьшить нагрузку на налогоплательщиков. Значит, допустим, если налог на прибыль было 35% в Российской Федерации, мы 18% сделали, если там было 20% НДС, мы сделали 10%. Мы установили ставку единого подоходного налога с заработной платы 10%. В России позже нас 13% сделали, это было для них большое достижение. Понимаете, это была наша линия. Эта линия выдерживалась первым президентом, вторым президентом и третьим президентом. Мы дошли до того, что в 2012 году вообще сельхозпродукцию, значит, отменили экспортную пошлину на сельхозпродукцию. Хотя мы понимали, что здесь выпадение доходов будет, но мы знали, что надо тем самым включить регулирующий механизм государственный и освободить этих производителей сельхозников от уплаты налогов. Сегодня, на мой взгляд, ситуация несколько меняется в другую сторону, фискальная политика имеется в виду. Ну, допустим, та же пошлина на орех. Вы меня извините, как говорится, нам здесь, с этой студией тоже говорили, что мы получим большие, так сказать, платежи. У нас, значит, 10-12 тысяч тонн урожая, значит, по 25 рублей с килограмма, по 35 рублей с очищенного, получим чуть ли не 200, не 300 миллионов рублей. Сезон закончился, извините, сколько мы получили пошлины? 24 миллиона рублей. То есть, тысячу тонн только. А где остальная продукция? Мы говорили, оппозиция, мы говорили, дорогие друзья, не делайте этого, не вводите. Мы, значит, поэтому особо, так сказать, извините меня, очень культурно себя вели, организовали круглые столы и прочее сказали. Эта политика такая фискальная, она ведет в никуда. Не делайте этого. 24 миллиона, извините меня, это не покрывает даже расходы одного дня бюджета. И стоило ради этого, значит, идти на такие-то, так сказать, движения. То есть, вы хотите сказать, что вот движение в этом направлении, оно было неправильным? Неправильным. Или, да, неправильным? Или просто неэффективно сработали те, кто занимался этой проблемой? Это было неправильное принятое решение. Я хочу прокомментировать. Ну, во-первых, не только слово дадите, а и больше. Мы, Ислан Гостанович, как раз здесь, я буду говорить о том, где вы подтвердите или опровергните мои слова. Дело в том, что, когда речь идет о промышленном производстве, то есть я хочу прокомментировать, как шла подготовка, как вы все знаете, при Сергея Васильевича Богарча было подписано соглашение о беспошлиной торговле с Российской Федерацией. С того времени, вообще, я это часто говорю в эфире, как только Российская Федерация признала Республику Абхазия, Республика Абхазия должна была начать широкомасштабные реформы. То, что мы имеем сегодня, сейчас, то есть в отсутствие, я могу вот сейчас здесь час перечислять то законодательство, которое вот Беслан Константинович мне соврать не даст, мы в авральном режиме, в авральном режиме, у меня нет другого слова. То есть мы в отсутствии валютного контроля, то есть у нас нет закона о движении валют в стране, денег, то есть деньги ходят, закона нет. В отсутствии, значит, чем заменить, то есть на определенную дату отменяются все пошлины, речь идет о 400 миллионах, между прочим. Нет защитного механизма. Дальше мы не имеем, сегодня народ возмущается и люди абсолютно правильно возмущаются по неадекватному, необоснованному росту цен. У нас нет закона о торговле. У нас есть отрасль экономики, которая больше половины экономики страны, она занимает, а закона нет. У нас нет закона, значит, ну в принципе закон есть об аудите, но он не запущен. У нас проблемы со страхованием, у нас проблемы, значит, с лизингом. Значит, только-только с 1 марта заработало антикоррупционное законодательство. У нас не было закона о противодействии коррупции, у нас не было закона о противодействии легализации преступных доходов. То есть строить... Это имеет все, это законодательство имеет прямое отношение к строительству экономики независимого государства. Без этих законов. То есть мы строим демократическое, правовое, независимое государство, в котором должны люди жить по закону. Если нет закона, допустим, того же о торговле, все торгуют как хотят. Абхазы и вообще весь наш многонациональный народ очень законопослушный. Это первое. Второе, что касается налогооблагаемой базы. У нас глубину теневой составляющей экономики показал именно 2015 год. Когда я сейчас не буду там... Ну, у нас на некоторых объектах выручка вдруг выросла в 3, а на некоторых и в 4 раза. И мы все прекрасно знаем, что в 3 раза больше туристов в нашу страну не приехало. И чудес в экономике не бывает. Понимаете? И мы сегодня... Я слышал критику по поводу, значит, теневой составляющей нашей экономики. Это тоже налогооблагаемая база. Я вам приведу простые цифры. У нас в прошлом году импорт товаров составил 21,5 миллиарда рублей. Промышленное производство около 5, из которого 4,5 ушло за границу. На экспорт. На экспорт. Значит, сельхозпереработка в районе 7 миллиардов. Это уже 27. А вы знаете, какие отчеты сдают? Оптовая торговля вместе с розницей. 13. Так не бывает. Если у тебя товар почти, значит, на 28 миллиардов рублей по отчетам тем же торговля, значит, и у нас возникли проблемы. Почему я, Беслан Константинович, значит, на вас сослался? Мы очень ждем закон, второе чтение, закон о валютном контроле. Закон о валютном контроле позволит нам более, значит, эффективно контролировать все финансовые потоки в стране. Когда будут три, значит, нацбанк, таможня и налоговая служба, о которой упомянул Сан Сергеевич, они будут иметь одну базу данных, одну информацию. Следующий вопрос я хочу прокомментировать по поводу индексации заработных плат некоторых категорий бюджетников. Именно за счет того, что на более 600 миллионов рублей бюджет государственный был увеличен, правительству Республики Абхазия удалось некоторым категориям бюджетников поднять зарплату от 15 до 50 процентов. Разные в науке, в образовании, в культуре. За счет, конечно, первое. Второе, я хочу тоже привести такие цифры, что мы имели из-за отсутствия этого законодательства. То есть основной финансовый поток российской помощи попал на, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, 11, 12, 13, 14 год. И мы, значит, фактически бюджет Абхазии, если брать именно эти года, мы вот как заколдованы в районе 3 миллиардов. То есть бюджет не рос. Именно в прошлом году нам удалось поломать эту ситуацию. И мы эти 3 миллиарда все-таки перешагнули. И это большое достижение. И второе, я хочу еще обратить внимание на то, что мы единственное правительство в Европе, включая Россию, которое сумело поднять зарплату. Дальше я хочу обратить внимание, это, к сожалению, в прессу не попадало, но я думаю, что это очень важный фактор. Мы значительно увеличили статью расходов, это материальная помощь и материальное поощрение. Это была позиция Министерства экономики, потому что мы считаем, что вот всем подряд повышать зарплату, не всегда это получается эффективно. Я приведу пример наше министерство. У нас, да, зарплаты низкие, но мы поощряем за конкретно выполненную работу, сумма поощрений максимально была выплачена одному из сотрудников в 30 тысяч рублей. 30 тысяч. И поверьте, мы видим эту эффективность. И многие, и, кстати, Рауль Джумкович поддержал эту политику. И не мы ее придумали, ее придумал американец еще в далеком 1914 году. Как поощрять сотрудников, как повысить эффективность и все прочее. Уравниловки больше не будет. Тот, кто работает, он будет, естественно, получать. И поэтому те реформы, которые направлены именно на рост промышленности, рост туризма, рост сельхозпереработки, они требуют значительных реформ в сфере законодательства. Также, я извиняюсь, ваше выступление, да, мы чуть-чуть должны прервать, потому что у нас все еще... По законодательству Беслайн Константинович, он полностью информированный человек, да, все еще не дали слова. Здесь столько было сказано, у меня как-то мысли какие-то тоже для себя выстроил, чтобы сказать, и начались со взаимоотношения между Россией и Абхазией, закончили законодательством. Если можно, я как бы вот изначально тоже попытаюсь свое мнение сказать. Согласны дать оценку вот этим высказываниям? Ну, вот, да, по отношению России и Абхазии не говори вообще, да. Сначала я вот попытаюсь это сказать, а потом, ну, если хотите оценку, понимаете, можно по-разному к этому относиться. Вот если сегодня ссылаться на цифры, вот так, раз если цифры озвучил, и в соответствии с этими цифрами... Да, фактическими цифрами, ну, как бы, остается только надеяться, как бы радужно ожидать такой момент, когда, как бы, в жизни каждого человека изменится ситуация. У нас же перспектива передача называется. Да, как бы, да, но я думаю, что непонятно, что это, конечно, критерии оценок, основой критерии оценок должны быть цифры, конечно, но мне кажется, в этом случае, вот, реальное, как бы, положение каждого гражданина. Должна быть большая оценка этого, этой ситуации. Если, да, безусловно, вот то, что он сказал, это имеет место быть, я это знаю, и вот то, о чем здесь было сказано, там, 600 тысяч, 600 миллионов, которые не просто они были направлены на индексацию, а за счет собственных возможностей, обязательства, которые были взяты в начале года по повышению заработной платы, были выполнены собственными возможностями. Но при всем при этом, конечно же, есть инфляционные процессы, которые, к сожалению, мне кажется, у нас очень сложно их воздействие посчитать и вот реально оценить, насколько вот эффективно мы сработали, эффективно ли мы сработали таким образом, чтобы мы могли вот те, ну, ухудшения, так скажем, в жизни каждого человека смогли покрыть. Ну, я думаю, скорее всего, вряд ли мы это смогли сделать, вот, я попытаюсь свою позицию в этом отношении сказать, вот, я хотел бы начать вот с того вопроса, который вы задали по поводу взаимоотношений России и Абхазии. Я бы их разделил бы условно на две составляющие, на политическое и экономическое. С точки зрения политической, здесь много даже говорить не надо, встреча на высшего руководства двух стран и подтверждение приверженности стратегическим отношениям, там, оказание помощи и так далее, и так далее. Это свидетельствует о том, что отношения между нашими странами остались ровными, нормальными, они динамично развиваются в тех, значит, рамках тех договоренностей, которые существуют. Мне больше хотелось бы, вот, акцентировать внимание на второй экономической составляющей. На мой взгляд, вот, форум, что-то ведь говорило, о форуме деловом и так далее. Это по счету шестой деловой форум. То есть, шесть форумов прошло, в результате, на мой взгляд, ничего вот такого, чем мы могли сегодня похвастаться, что они дали результаты, я ничего не увидел. И сегодня, вот, кстати, я говорю о законодательстве, достаточно мы пытаемся, во всяком случае, в парламенте дать дополнительные инструменты, дополнительные возможности исполнительной власти для того, чтобы могли выстраивать уже отношения не на уровне. Вот, дайте нам, пожалуйста, на ивест программу такую сумму, там, на пенсию такую сумму, а на привлечение и, как бы, заключение, таким образом, соглашение между собой, где можно было бы совместно развивать бизнес, чтобы было бы выгодно и нашей, и российской стороне получать при этом доходы. Вот, если мы сумеем это сделать, таким образом, правильно говорит Мишлан Сергеевич, невозможно за счет только налогов, ну, можно, конечно, за счет администрирования налогов, безусловно. Какие-то законодательные акты мы еще примем, как бы, о валютном контроле и так далее, но это мы, как бы, будем все равно крутиться вокруг, как бы, одного определенного, так скажем, огорода. А вот его расширить, вот, мне кажется, вот это была бы задача более, более важная должна быть, именно эта задача. Как это сделать, вот я могу законно об инвестициях сказать. Закон об инвестициях, инвестиционной деятельности принят, он сегодня не функционирует. Вот, недавно совершенно приняли закон о создании свободных или специальных экономических зон, да, зонах. Он тоже не работает. Ну, и... Но в чем дело? Ну, нужны подзаконные акты. Я могу прокомментировать. Дело в том, что было совещание, проводил его президент, он обозначил срок правительству до 31 марта, все эти вопросы, о которых говорил Беслан Константинович Свят, снять. То есть, подзаконные акты должны быть предложены и приняты. Что касается закона об инвестиционной деятельности, значит, там все готово и будет рассматриваться на правительстве. Также еще один момент, я хотел бы обратить внимание и прокомментировать то, что говорил Беслан Сергеевич о налоговой политике. Тоже до 31 марта возглавляет рабочую группу по сокращению налогов Серегов Дмитрий Николаевич. Есть прямое поручение президента в соответствии с озвученным в послании парламенту Беслан Константинович, где речь идет о сокращении налогов в два раза. То есть, все это направлено... Ну, как это продвигается? Кстати говоря, знаете, у нас на телеканале по этому поводу несколько раз эта тема подвигалась, но что-то мы не заметили. Сегодня какое число, простите? Сегодня 30-е. Я хочу сказать, что я на предпоследнем заседании комиссии присутствовал, так как там мне было интересно, уже три раза, кстати, представители предпринимателей, союза предпринимателей, они участвовали в работе этой комиссии. Мне было интересно их позицию услышать и как они работают в рабочей группе, но на последнем, но я не вхожу в рабочую группу, значит, по сокращению и оптимизации налогов, но я могу вас поинформировать, что все пожелания высказанные, особенно предпринимателями на встрече с президентом, она была в декабре, они касались сокращения налога на дивиденды, это касается закона о налоге на прибыль, там очень много в нем для юрлиц с 15 до 10 это фактически будет предложено. Речь шла о том, чтобы сократить или убрать налог, когда наши предприниматели берут за границей кредиты или товарные кредиты, тоже, значит, учтено. Речь идет еще, споры идут по вопросу, связанному с 6% налогом при фрахте транспорта, много-много вопросов, но 30 завтра срок и рабочая группа... Вот мне скажите, пожалуйста, вот вы говорите про поручения президента, которые были изложены у него вот в 36 пунктах, я сам по этому поводу делал передачу. Да, и в частности, там был разговор о том, что нужно разработать какие-то меры и принять какие-то документы для того, чтобы налоги в два раза были сокращены, количество налогов. Вот просто вы мне ответьте коротко, что-то сделано по этому поводу, по поручению президента? Конечно, сделана рабочая группа, работает, и я думаю, что она положит на стол президента законодательные инициативы. Проекты законные. Проекты законные. Ну, Валерий, вы знаете, как-то мы вот вокруг этих налогов крутимся. Но налоговая тема тоже очень интересная. Это немножко тема сложная. Валерий Петрович, можно как бы в разговор войти? Ваше дело в том, что я опять-таки говорю. Сколько законов принято, какие законы приняты по налогам, по экономической части имеется в виду, знаете, это механизмы государственные для того, чтобы решить главную задачу. Это обеспечение населения нашего, понимаете? Это главная задача, материальное обеспечение, соответствующая достойная зарплата и прочее, прочее, пенсионное обеспечение и прочее. Это мы говорим сейчас о каких-то механизмах, понимаете? Это профессиональный такой разговор. Они необходимы. Это для нас, скажем так. Мы еще говорим о том, как работают эти механизмы. Вот как работают эти механизмы? Я вот никак не могу понять. С одной стороны, вы говорите, президент дает поручение в два раза количество налогов уменьшить. Правда? Правда, я не понимаю, почему в два раза, не в полтора раза. Кто такое-то, так сказать, установил два раза и все? Какие налоги имеется в виду? Выдекает без мировой практики. Значит, нет такой мировой практики. Ну как нет без мировой практики? Подождите, подождите, подождите. Ну, давайте не... Я же никого не перебивал, и меня не надо перебивать. Но... Знаете, тут такая ситуация. Кто это установил два раза? При этом мы имеем введение новых пошлин с одной стороны и того же самого НДСа. Дорогие мои, я понимаю, что такое НДС. Понятно, Валерий Давыдович, я тоже когда-то этим занимался. Но принимается закон, он вводится с 1 января, так, Беслан Костанович? С 1 января, 25 января, значит, вносится в изменения в этот закон. И вы хотите мне сказать, что это хороший, совершенно правильный закон? Естественно, что-то они учли. Сейчас нам Ахра говорит, правильно, надо выслушать и бизнесмена. Конечно. Но вы меня извините, это все надо было сделать на этапе подготовки этого документа. Он должен был с серьезной экспертизой пройти этот закон, когда представительная власть предоставляла парламент, он должен быть уже полностью, так сказать, застрахован от каких-либо подобных явлений. В отношении... Я договорюсь все-таки. Все-таки. Это раз. Второе. Опять возвращаясь к бюджету. 600 миллионов, хорошо, я хвалю, честное слово, так сказать, технолай. Они постарались, выжили, так сказать, все, что могли, это понятно. Хотя мы тут пришли к общему знаменателю, что это не решает тех наших проблем, как мы хотим. Не решает. Не решает. Он не может быть бюджетом развития. Это, если ее рассмотреть сквозь матрицу стратегических альтернатив, он не может быть бюджетом развития по этим цифрам. Но я говорю о другом. Беру расходную часть, вот, значит, отчет Минфина. И что я вижу здесь? Расходы из резервных фондов составили 473 миллиона рублей. Помилуйте. У вас в бюджете 400 миллионов, 350. Президент, 550 премьер. Итого 400, значит, миллиона. Вы потратили 473 миллиона. Президент сверхплана потратил 73 миллиона. Резервного фонда. Практика принятая сегодня. Извините, мы эту практику, так сказать, осудили. Очень, как говорится, что это вообще такое? Это прямое нарушение бюджетного законодательства, Валерий Давидович. Я, знаете, не знаю. И вот, вы ничего не знаете. Я хочу, чтобы прокомментировали вот те, кто разбирается. И вот ваши, так сказать, 600 миллионов уже близко подбираем к тем цифрам, которые вы, значит, дали. А как вы это прокомментируете? Вот это очень интересная тема. Вы знаете, во-первых, начнем с того, что пока к нам в парламент документов в исполнении бюджета не поступал. Это на правительство рассматривали. Мне сегодня сложно сейчас как бы давать оценку этому документу. Оценка будет дана после рассмотрения уже на парламенте, естественно. Пожалуйста, посмотрите. Что касается перерасходования фондов, это практика. Сегодня она появилась. Я уже четвертый год как депутат парламента. И каждый год, к сожалению, из года в год эта практика почему-то имеет место. Хотя это на самом деле нарушение бюджетного законодательства. И это надо... Ну, может быть, это объясняется какой-то нехваткой средств. Чем это объясняется? Ну, Валер, ну, естественно, это объясняется, естественно, нехваткой средств. Какая-то нехватка. Ну, надо с предложением в парламент тогда выходить для того, чтобы вносить изменения в бюджет. Это незаконно. Вы понимаете? При этом, значит, уважаемый Веслан Константинович, я хочу сказать, что, допустим, по Тварчальскому району, Тварчальскому району, я почему говорю, я там, значит, родился, и мой родной город, так скажем. Есть реально невыплаченная заработная оплата. Вы понимаете? Вы знаете об этом? Нет, это касается местного бюджета, не республиканского. Слушайте, вы, правительство, отвечаете за все, мои дорогие. Мы отвечаем за все, я согласен. Вы отвечаете, значит, вы, значит, расходуете, значит, на 73 миллиона дополнительно сверх бюджета из резервного фонда, вот в Тварчале там 7 миллионов за прошлый год, так сказать, людям не дали заработку врачам и учителям. Ну, как же так, так сказать, это же такое... Ну, Песнян Сергеевич, вы опытный человек, я прокомментирую. По бюджету, да, я попробую. Сейчас мне сложно как бы оценить и реально сказать, из-за чего это произошло. Но я могу это как бы предположить, пока не видел отчета. Дело в том, что были заключены соглашения с Российской Федерацией в рамках вот того договора, который был подписан в ноябре о стратегическом партнерстве. В рамках этого договора вот эти соглашения, которые были подписаны, к сожалению, они не были либо не ратифицированы были российской стороной, и финансирование по вот этим соглашениям не пошло. И уже абхазская сторона, мы попытались за счет собственных доходов, как бы вот эти задолженности, которые возникли в связи с индексацией заработной платы, компенсировать из собственного бюджета. И какую-то часть вот этой проиндексированной, видимо, не оплатили. Но это, я думаю, что в этом году эта задолженность будет погашена однозначно. И вот это, с учетом индексации, вот эта задолженность будет учена при выдаче зарплаты. Это я сейчас не могу на 100% об этом утверждать. Я с вами согласен. Но я говорю как из практики. Мы расслаиваемся на практику. И у нас такие вещи бывали, когда некоторые районы не могли выдерживать местный бюджет. Исполнение имеется в виду. Но на той центральной власти, республиканской, которая регулирует это. Я думаю, что это не задолженность даже местного бюджета. Разрешите этот вопрос все-таки к исполнительной власти. Я на него отвечу. Дело в том, что... Я вот, знаешь, Валера, не хотел бы вводить разговор в обсуждение законов действующих, принимающихся, действовавших на это. Потому что это отдельная совершенно тема. И она достаточно объемная. Но мы в это затрагиваем. Но дело в том, что... Если мы говорим о бюджете, извините, но это же... Мы говорим вообще о реформировании. Как-то мы хотим сказать о тех реформах в экономике, которые... Ну, никто такую задачу не ставил. В два раза это неправильная задача, на мой взгляд, так она не стояла. Ну, это, наверное, в общем такое выражение было. Речь идет об оптимизации вообще законодательства налогового. Дело в том, что у нас 27 видов налогов в стране. Это кошмарное количество стран. Да, и когда речь пошла об оптимизации, ну, есть какие-то налоги, которые можно было бы, наверное, исключить, какие-то объединить, какие-то заменить. И в этом смысле рабочая группа создана, она работает. Что касается предыдущего действия, с большим уважением, я понимаю ситуацию после войны, в которую мы попали тогда. Да, и вот тогда была создана рабочая группа, кажется, в Питсунде несколько дней они находились, разработали вот сегодня действующее законодательство по налогам. 20 лет уже с лишним прошло. Ну, вот по доходному налогу, например, я как бы не совсем согласен, что 10% ставка стала вот буквально лет 5 назад. А так там была прогрессивная шкала обложения налогов. И, на мой взгляд, это более правильная прогрессивная шкала налога, почему она в определенной степени принцип социального равенства могла соблюдать. Потом взяли эту систему, отменили, сделали единую ставку. Для предпринимателей она была 15%, для тех, кто получает зарплату 10%, в итоге и там, и там выровняли. И сегодня, я думаю, что и в этом тоже есть какая-то определенная проблема. Почему? Потому что сегодня некоторые крупные предприятия, которые зарегистрированы и организационно-правовой формой является юридическое лицо, они ее закрывают, дробят это предприятие на ряд мелких, регистрируются как индивидуальные предприниматели, для государства, вне зависимости от организационно-правовой формы субъекта предпринимательства, доход до налог должен поступить, на мой взгляд, одинаково. Поэтому и здесь, в этом плане, нам надо, наверное, подумать, как это сделать, как это исправить. Сегодня, конечно, ситуация сложная. Вот сегодня, если этим заняться, это вызовет и недовольство, и там нарекания начнутся. Почему? Потому что невозможно, чтобы процессы, происходящие в мире, геополитические, кризис финансовый, не повлияли на маленькую Абхазию, но достаточно уязвимую. Поэтому мы сегодня пытаемся это тормозить, но, я думаю, рано или поздно на повестке это не вопрос. — Вообще надо снизить нагрузку на фонд заработной платы. — Это вопрос. — Очень вопрос. — Кстати, об этом уже обсуждение. — Об этом обсуждение. — Об этом обсуждение. — Это очень серьезно. — Я... — Естественно, вот спецналога, о котором он говорил, он немножко уже устарел. Это всегда надо совершенствовать. — Да. — Работа в этом направлении идет. — Ждем. — Я предложение давал по поводу снижения социальной нагрузки, но, вы знаете, Песлан Сергеевич, я думаю, что просто взять и ее снизить, не совсем правильно. Я вот предложил механизм стимулирующий. То есть, вот сегодня реально, если взять и посмотреть среднюю зарплату по отчетам, я думаю, она не совсем отвечает действительности, по которой люди получают реальную зарплату. То есть, есть та, которая проходит по отчетам, есть та, которая выплачивается отдельно. Вот чтобы стимулировать легализацию этой заработной платы, ну, до определенной планки, может быть, как бы, если зарплата продекларирована, оставить на том уровне, который есть, в случае повышения там на какой-то процент заработной платы, декларирование ее, снижение сделать социального налога и сделать один налог, единый социальный налог. — Тема такая. — По поводу Российской Федерации можно мне два слова сказать? — Беслан Сергеевич, я, если вы не против, хочу все-таки прокомментировать. Дело в том, что, опять же, я согласен с Бесланом Константиновичем, у нас сложилась такая практика, когда бюджет, доходная часть бюджета перевыполняется, а документ об этих суммах к депутатам не доходит. — Да, это я критику принимаю, но в то же время, если бюджет страны перевыполняется более чем на 20%, то эту доходную часть по статей нам можно делить, и включая резервные фонды. — Где это написано? — Ну, а 20% в казну попало больше? — Слушайте, в каком законе это написано? — 20%... — Беслан Сергеевич, мне к вам вопрос. — В 2010 году, вы помните, перевыполнение доходной части, сезон был туристический, и все прочее. Сверх доходы в парламент попало? Нет. Поэтому Беслан Константинович сказал, что это сложилась такая десятилетиями практика. Нехорошая, я согласен. — Я понимаю, но здесь же с 2014 года нам обещано, что таких вещей не будет. — Будет эфир с министром финансов, будет эфир с министром второй момент. — Нет, очень важно, Беслан Сергеевич, дайте мне ответить, пожалуйста, уважаемым ведущим. — Такого закона нет, Ахра. — У нас остались очень большие долги. Очень большие долги. — Какие именно? — И, кстати, вы упоминали по садам, финансирование, если мне память не изменяет, по комплексному плану, было прекращено в 2013 году. Но люди стали собираться, люди стали приходить, половина долгов была перекрыта. Вторые долги — это, естественно, долги строительным организациям. Те, где КС-ки закрыты, акты закрыты, значит, в любом случае, дальше долги у нас по железнодорожному кредиту, это всё частями закрывается. И к вашим словам по поводу того, что это не бюджет развития, частично я согласен. Но когда, значит, Рауль Джункович Хаджимба поставил задачу кредитный портфель, значит, за счёт бюджетных средств обеспечить в районе 500 миллионов, мы столкнулись с долгами. И нам пришлось, кстати, вот мы буквально с понедельника запускаем кредиты из бюджета, но нам пришлось сократить до 300 миллионов, потому что эти долги мы обязаны обслуживать. И, кстати, первый раз уже тема зашла, и мы говорим о развитии. 300 миллионов рублей будут направлены в реальный сектор экономики по льготным ставкам, льготное кредитование. И половина этих средств пойдёт именно в село. Под 6% годовых, под 6% годовых даже в России кредиты не дают. Знаешь, что, вот я вам скажу, вот сейчас вот те, кто нас смотрит, мне кажется, им совершенно неинтересны вот эти, как бы, обвинения, претензии, как бы, цифры, о которых речь идёт. Их больше заинтересовало бы, что сделать, что сделать нам надо, чтобы было лучше. Ну, поговорим о законодательстве реформов. Говори, что было так, я сделал так, но у меня вот это было. Нет, не что было, знаешь, как тут кое-что нужно для того, чтобы мы имели какое-то реальное представление о картине экономической вообще, да, придётся кое-что и вспоминать тоже. Вы знаете, придётся на чей-то опыт тоже и ссылаться. Можно, да, может это будет положительный опыт и так далее. Вот Беслан, например, он во многих структурах управления экономикой побывал, я имею в виду и налоговую, и администрацию президента, и... Министром экономики, я помню, был Беслан. Да, министром экономики был и так далее. Мы сейчас здесь говорим о чём? Нам нужно просто выяснить вот одну простую вещь. Сегодняшнее состояние, реальное наше, экономическое, оно действительно настолько плохо, как вот некоторые об этом говорят, что оно находится просто в упадочном состоянии. Или оно действительно вот так, как говорит, например, власть о том, что имеется положительная динамика, точки роста какие-то. И мы должны представить нашим телезрителям, которые нас смотрят, и я сейчас с вами тоже согласен, что мы несколько удаляемся вот в такое профессиональное обсуждение, какие-то цифры и так далее. Нам нужно дать представление, насколько сегодня наша экономика готова к выживанию вот в тех условиях, в которых находимся сегодня. Я прокомментирую. Дело в том, что я согласен. Вот Беслан Сергеевич начал передачу хорошо. То есть есть, надо максимально выгодно использовать ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы пытаемся правительство Республики Абхазия найти хоть каждую копеку по сусекам, это касается и Национального банка, это касается и правительства Абхазии, для того, чтобы их выделить и направить в реальный сектор экономики. И именно в переработку, в промышленность. Национальный банк выдал 106 клиентам кредиты льготные. То есть там более 250 рабочих мест. Понятно, что это мало. Понятно, что население в тяжелом положении из-за того, что курс рубля значительно снизился. Покупательная способность ясно, что упала. Но есть динамика и устойчивая динамика, когда 15 месяцев экономика растет. И эту динамику надо развивать. Для этого нужны кредиты, которые поступят частично. Россия нам окажет помощь, частично Национальный банк выдает, частично часть кредитов будет выдаваться из бюджета. Из бюджета планируется до 60 клиентам. Потому что если Национальный банк, у них потолок был 3 миллиона по одному клиенту, у нас потолок уже 10 миллионов. Понятно, что тоже это недостаточно. Но это будет в следующем году. В последующем году кто-то получил. В последующем году, в последующих годах мы должны банковскую систему и кредитную систему так наладить, чтобы банковская система работала как часы. Чтобы тот человек, который имеет планы обоснованные экономические, которые он может защитить, он имел возможность получить финансовые средства и эти планы реализовать. Программа Министерства экономики, которая отражена в бюджете, она подразумевает создание до 60 предприятий, до 450 рабочих мест. И понятно, что это первые шаги. Но вот этот темп, то есть, опять же, возвращаясь к словам Беслана Сергеевича, это же когда-то и рубль устаканится, и экономика устаканится, кризис когда-то закончится. Поэтому у нас мало времени. У нас есть полтора года, чтобы этот эффект максимально использовать. И все усилия властью в этом направлении прилагаются. А то, что направление верное и правильное, говорят цифры за 15 месяцев. То есть, здесь нет скачков. Это устойчиво идет рост промышленности. Устойчиво идет рост по туризму. И устойчиво идет рост по показателям по сельскому хозяйству. А то, что это надо в разы поднимать, в разы увеличивать участников экономической деятельности и, естественно, налогооблагаемую базу, это, естественно, понятная задача, которую мы и решаем. Вы знаете, если вот говорить об общем, как-то вот заходит разговор о налогооблагаемой сфере, заходит закон о сокращении количества налогов и так далее и тому подобное. Вот в этом смысле, коротко, пожалуйста, я бы хотел от вас просто услышать. Вот считаете ли вы, что те реформы, которые сейчас у нас внедряются, организуются, да, они действительно могут принести эффект, несмотря на некоторую их непопулярность? Ну, тогда это, наверное, ко мне вопрос. Ну, вы знаете, то, что вот сейчас говорил Ахра, ну, безусловно, в условиях такого глубочайшего кризиса мирового и обвала, по большому счету, рубля по отношению к доллару, то, что правительством, исполнительной властью были мобилизованы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы остаться на плаву и не улететь куда-то в трубу, безусловно, это факты имеют место, и вот, как бы, эти цифры, о которых он сказал, конечно же, это подтверждают. Ну, вопрос стоит в том, чтобы, да, мы на плаву сохранились, остались на плаву, это нормально, это позитивный момент. Но есть еще и, как бы, другая сторона. Вы понимаете, сегодня, ну, сейчас перспектива вообще Абхазии говорит, ну, мы маленькая страна с ограниченными ресурсами, ресурсами людскими, ресурсами территориальными и так далее, и так далее, и нам надо пытаться, ну, с учетом геополитического положения Абхазии, ну, как бы, изыскать наши конкурентные возможности, преимущества, способности, для того, чтобы мы могли завтра говорить о том, что мы вот создали вот то-то, 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 предложили, как бы, сотрудничество в том числе и с Российской Федерацией, которая позволила бы уже цифры, о которых мы сегодня говорить, говорить совершенно в другом качестве. Эти возможности у нас сегодня существуют. И в этом смысле, конечно, вот хотелось бы, я думаю, и Беслан Сергеевич, и представители оппозиции, они, прежде всего, именно из этой позиции исходят. И я думаю, в этом смысле у нас у всех задача одна, как сделать так, чтобы улучшить жизнь людей наших, нашего населения. Это главная задача. Да, поэтому вот в этом смысле, конечно, хотелось бы более такое увидеть динамичное, что ли, вот развитие в этих вопросах и использование наших возможностей. Они есть. Они есть, но реформы пробуксовывают. Вот скажите, пожалуйста, Беслан, каково ваше отношение вообще вот к тому, как продвигаются реформы? Вот я такой общий вопрос задаю, но просто мне хотелось... Знаете, каждый вопрос имеет свою историю. Мы как начали с российско-авхазских взаимоотношений в области экономики. Но не углубились. Но не углубились. Дело в том, что действительно Российская Федерация нам оказала очень существенную помощь. Очень существенную помощь. Значит, и оказывает, продолжает оказывать существенную помощь. И мы должны к этому относиться с пониманием. Значит, мы за прошлый период, до 2014 года, нас часто упрекают в этом, что мы больше занимались социальными вопросами и прочее, прочее. Но поверьте, значит, моим словам в данном случае и тому, что мы видим, как говорится, когда выйдем на улицу, без решения этих социальных вопросов, тогда жизнь становилась совсем очень плохой. Невозможно было не решить эти вопросы. Мы только на капремонт дорог направили более 2 миллиардов рублей. Но невозможно было эти дороги не сделать. Мы, значит, отремонтировали капитальные школы. Как быть? В селе Попач нету школы. Не было. Естественно, значит, нам надо было решать эти задачи. Нам надо было решать задачи занятости населения. Надо было решать задачи детских дошкольных учреждений. Все эти задачи практически решены. Как быть с той программой ремонт кровли многоквартирных домов? Программа по всей Абхазии реализована. Несколько миллиардов на это пошло. И все они приведены в порядок. У нас этой проблемы не будет 20-30 последующих лет. Не решить эти задачи... Совсем так тоже не случится. Да, да, да. Все, значит... То, что течет уже. Ну, течет, это везде бывает, так сказать. Это уже кто-то там, значит, это можно, понимаете, доделать. Вы понимаете, вот такие моменты у нас были. Мы вынуждены были на социалку обращать самое, значит, пристальное внимание. Более того, естественно... То есть вы хотите сказать, что сейчас мало внимания? Нет, 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 одну секунду. Я одну секунду, одну секунду. Более того, одновременно мы хотели бы и решать, и те задачи, которые, так сказать, здесь ставятся сейчас, допустим, по хозрасчетным предприятиям, коммерческим структурам. Разве вопросы транспорта не решались? Решались. Про сельское хозяйство я уже, как говорится, говорил, говорил. Значит, разве машино-тракторные станции для агропрома не организовывались, не закупались? Все это было. Понимаете, теперь, значит, ситуация немножко меняется. Меняется. Это уже наш актив. То есть нашей страны все, что сделано, это, значит, в активе. Теперь, значит, речь мы ведем о поступательном развитии экономики. Естественно, здесь нужны уже другие инвестиции, значит, другие взаимоотношения, другие подходы нужны. Нужны серьезные точки роста, значит, и мы должны привлечь этих инвесторов. Частных инвесторов, в основном, это, конечно, Российская Федерация, и это правильно. Мы в рублевой зоне находимся, фактически, в единой экономической пространстве. Мы должны это делать. Я опять-таки говорю, мы никогда не должны, так сказать, знаете, все познается вот в сравнении с тем временем, когда происходили те или иные действия. Тогда, объективно, ситуация диктовала именно вот такой подход. И он был фактически реализован. Сейчас другие моменты. Я вот хочу вам сказать очень много нареканий по поводу, так сказать, кредитов. Ахра здесь сказал, что более 2 миллиардов мы ожидаем до капитализации банка. Мы, значит, 700 миллионов взяли, значит, на это мероприятие кредитов, значит, Российской Федерации, правительства Российской Федерации в 2010 году. И передали Национальному банку на платежную систему АПРА. Фактически, эта система была запущена. К чести нынешних руководителей Национального банка. Они развивают это успешно, молодцы, хвалю. Значит, и оставшаяся сумма на капитализацию банка. Значит, те 200 миллионов, которые вы говорите, это из той суммы. Теперь, хорошо, продолжайте дальше. Это понятно. Это хорошо. Это правильно. Это хорошо. Да, это хорошо. Но я помню, значит, сколько, как говорится, нареканий у нас еще было. Это тоже мы понимаем. Сегодня та же... Насчет чего вы имеете? Насчет этих кредитов. Ну, так устроено. Я второе хочу напомнить вам. Мы, значит, взяли 2 миллиарда железнодорожного кредита. Это, значит, наша умевшая тема. Вот в 2015 году, Ахра наверняка это знает, значит, было перевезено более 650 тысяч тонн грузов по этой железной дороге. Значит, более 10 тысяч вагонов было, так сказать, прошли грузовых по этой железной дороге. Это и ГСМ, и стройматериалы, и пищевые продукты, и прочее, прочее. Если бы железная дорога не функционировала, Ислан Константинович, то каждый день 100 грузовых машин, 20 тонн, мы должны были прогонять по автомобильной дороге. Вы понимаете? 200 тысяч пассажиров перевезено только в прошлом году. Это же серьезные цифры. Никто не говорит о том, что плохо ремонтировать ДЦД, это все понятно. Железная дорога – тема жесткая. Дело в том, что главная задача все-таки скоростной режим не решен. Мы пытаемся... Нет, кстати, мы конструктивно говорим, кстати, без налогового... Мы не конфликтуем. Железнодорожный кредит обещали, что будет оплачивать бизнес. А оплачивает сегодня народ Абхазии. Так что вот здесь основная причина возникновения по этому поводу претензий. Владимир Владимирович, позвольте с вами не согласиться. Я эту тему знаю неплохо. По поводу железнодорожного кредита и бизнес должен был оплачивать. Не имеется в виду, что бизнес сам платит. Железнодорожный кредит правительство, так сказать, Абхазии получило. Как бизнес? Естественно, с помощью бизнеса, с помощью развития бизнеса давало бы соответствующие поступления. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, у меня тогда такой вопрос. Когда это планировалось, глубина реконструкции, я имею в виду именно скоростной режим, какой был запланирован? Вы знаете, скоростной режим. Растигли ты 40 км в час, все равно больше, быстрее, поезда ходить не могут. Особенно это касается проблем... Мы не решили фактически проблемы перевозки. Так, давайте от железнодорожного кредита. Я этой темой тоже занимался, и я вообще считаю, что это тема отдельного разговора, и там нужно разбираться. Давайте мы... Что ты думаешь, эту тему-то сказать? Я хочу дополнить, потому что, если мы начнем говорить, там есть очень много претензий. Нет, претензий нет. Зачем? Мы сегодня хорошо говорим. Горостной режим можно увеличить. Да, вопрос... Я хочу сказать... А можно я не буду платить деньги за вот этот вот железнодорожный кредит, который, мне кажется, наносит ущерб вообще и мне, и государству. А вот кто обещал, кто в этом был... Я хочу сказать, во-первых, вопрос по железнодорожному кредиту уже... Ответственно государству. Слушайте, это наш актив, дорогие. Как вы хотите восстановить экономику, развивать поступательно, не имея железной дороги? Да, мы никто об этом не говорим, Беслан Сергеевич, мы говорим, если реконструировать, то надо это делать качественно и хорошо. Я другое хочу. Вы видите, если качественно нужно сделать, я почему это делаю? 40 километров, это факт. Не могут быстрее ездить, значит, реконструкция, что-то там проблемы. Вопрос касается по... Но я в теме касается, как раз перспективы, то, что касается, сказал Беслан Сергеевич, по привлечению крупных инвестиций. И все в этом направлении огромная тоже работа ведется. Я хочу сказать, что любой закон, который просто даже озвучивается, когда это показывает вектор направления, что хочет власть и все прочее, те законодательные инициативы, которые, да, они еще формируются, пишутся эти законы, они дали толчок к тому, что инвесторы стали приезжать и интересоваться, и даже из дальнего зарубежья. Но мне что приятно, мне отраден тот факт, что наши граждане Абхазы стали возвращаться. Я имею несколько примеров, когда люди продали бизнес в России, в Белоруссии, в Украине, они уже видят, что такие реформы происходят, они инвестировали, завезли оборудование, значит, по итальянское, по макаронам, строят отели, то есть это капитал был в других странах, он вместе с нашими гражданами стал перемещаться в Абхазию. И такие важные реформы, которые, я знаю, Ислан Константинович их активно поддерживает, особенно это будет касаться реформы подоходного налога, это очень важное, значит, прямое поручение президента, электронный документ, оборот, все, что касается упростить, облегчить. И, конечно же, вот этот вектор направленный на борьбу с коррупцией, усиление антикоррупционного законодательства, потому что я лично принимаю людей. Вот я полгода, ни один человек не пришел, вот он человек приходит, он начинал с того, что что-то предлагать, и вот это надо все ломать, чтобы человек знал, что никто его с лишними дополнительными непонятными требованиями со стороны власти и чиновника любого уровня, к нему не подходил. Бизнесу больше ничего не надо, бизнесу не надо мешать. Если бизнес хочет переместить капитал или инвестировать капитал, ему надо только помогать. И тогда мы будем иметь в разы рост экономики, рост налогооблагаемой базы и выполним задачу, поставленную президентом, увеличить бюджет в три раза. — Валерий Владимирович, люди должны понимать власть. Люди должны понимать каждый шаг власти. Понимаете? Люди должны адекватно на это реагировать и доверять власти. Власти доверять. Понимаете? У меня вопрос. Значит, всего месяц или два месяца тому назад у нас было веерное отключение электроэнергии. Нам говорили, что нет воды. Правильно? — Нам показали это по телевизору, сделали как упал. — Вопрос в чём? — Вопрос в чём? Что, вода появилась, что ли? — Нет, мы получаем электроэнергию. — Откуда мы получаем? — От России, насколько я считаю? — Ну, откуда мы получаем? — Помощь России. — Я спрашиваю тогда. Мы же всегда, Беслан Константинович, каждый год у нас уровень воды падает очень существенно там. Мы что, не знали, не понимали, что у нас воды там не будет, и мы с этой проблемой столкнёмся? Это что? Значит, если технически этот вопрос можно было решить, почему к этому вопросу не подготовились? Вы понимаете? Это упущение управления... Да, это несложно. — Прогнозировать, что там, извините, упадёт уровень воды на 15 метров. Это почти каждый год там, почти такая ситуация. — В прошлом году была засуха, в связи с этой засухой уровень воды... — Слушайте, Беслан Константинович, вы... — Слушайте, послушай меня, послушай, я в своё время занимался энергетикой тоже, когда в правительстве работал, там каждый год падала вода до ночи. — Был такой момент, был такой момент, когда Хуто Сидорович Инджолия такой был, так сказать, 90-е годы, хороший, сильный энергетик, когда он на правительстве просто заявил, что вот, Владислав Григорьевич, вот нам, наверное, придётся уровень воды, так сказать, падает, и веерное отключение сделать через месяц. — Категорически нет решить этот вопрос. Категорически нет решить этот вопрос. И вопрос решился. Вопрос можно было решать. Вы понимаете, мы должны слышать. — А в чём, собственно говоря, сейчас проблемы, я как-то не понял. — Я считаю, что... — Да, это так. Я считаю, что можно было предвидеть это, и можно было до этого не доводить. Чтобы целый месяц... — Не довести до падения воды? — Я думаю, что... — ...то отключение... — Пригласите руководство Черномороэнерго. — Технически это вопрос можно было решить и решить. — Электроэнергия, производимая на тот момент, Ингургес, вся, сто процентов, поступала в Абхазию. Она в Грузию не шла вообще. То есть там настолько достигла критического уровня воды, что... — Вы меня не слышите, вы понимаете? — Ну а как это можно регулировать? — Вы меня не слышите. Я не говорю об Ингургесе. Понятно, что... Значит, мы же электроэнергию с другой стороны сейчас получаем. Вот и всё. — Разговор идёт о том, что в прошлые времена... — Всё это было. — Да, это тоже было и решалось как-то правительством. — А сейчас этот момент был упущен. Вот о чём хочет сказать. — Месяц, извините меня, мы отключали. — У нас всё, наверное, отключали. Хотя можно было его, говорят, и можно было избежать. — Я по поводу хочу прокомментировать... — Я бы указал, что он и не упал, отключение у нас... — А можно мы всё-таки вернёмся к аварийной силе? — Нет. Стан Сергеевич очень важную тему затронул по поводу... — Ну, сейчас мы будем... — Чтобы власть была понятна, услышана. Я как пример-то... — Я хочу сказать, что, значит, с апреля мы планируем в Министерстве экономики создать экспертный совет. Конечно, мы это должны были раньше сделать для того, чтобы эксперты там участвовали. Мы готовы приглашать всех. — Экспертный совет по экономике. — По экономическим реформам Министерство экономики является уполномоченным органом и отвечает за социально-экономическое развитие страны. Также я очень важный момент. Значит, со следующего года... Это ещё вопрос, я думаю, вы помните, Беслан Сергеевич. Сергей Васильевич ещё тогда подписал, поддержал создание Института экономики и права. Это очень важный институт. — Вот, допустим, мы, когда принимаем определённые решения, эти решения должны проходить экспертизу. Где мы есть и к чему могут эти решения привести, Рауль Джунгович полностью поддержал. И со следующего года у нас будет полноценный институт экономики, где любые решения, значит, опираясь на наш научный потенциал. — У нас в экономике, кстати, неплохой. У нас много, значит, есть кандидатов в наук и доктора уже наук. И будет действовать такой институт. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю войти в экспертный совет. — Также у нас будет предпринимательский совет. Что касается... Я старался это не комментировать по поводу НДС, что, Беслан Сергеевич, поверьте мне, я могу дать 44 руководителя предприятий и крупные средние, с которыми провели переговоры. — Но, к сожалению, штат Министерства экономики не позволяет со всеми провести переговоры. — Я не сказал со всеми. — Да, это просто физически невозможно. — Я сказал, что это нехорошо, честно. — Что касается самого НДС, это сейчас не касается вас, Беслан Сергеевич. — Извини меня, я должен как-то все-таки продвигаться. — Закон — это не догма. Его можно, любой закон, совершенствовать. — Послушай, Ахра, сейчас мы об НДС уже не сможем поговорить, потому что у нас вопрос. — Вопрос компромисса. Беслан Константинович мне соврать не даст. Закон пишут много людей, там участвуют. — Давайте по НДСу отдельно передачу сделаем и поговорим, если хотите сужди. — Закон компромиссный, я так скажу. — Это вы знаете, что... — А совершенствовать всегда надо, и это нормально. — У меня свое отношение к этому закону есть. Я если начну говорить, я могу час говорить. — Так, давайте мы закончим эту тему по поводу НДСа. Мы, в общем, сказали, тут нужно учесть и то, что говорил Беслан о том, что приняли закон, а потом начались какие-то поправки. В результате от этого закона, по-моему, один хвостик остался. Хотя многие говорят о том, что закон об НДС, он должен быть во всех цивилизованных странах принят, где мы находимся, и он должен был как-то быть изменен. Просто вот эта тема об НДС, это тоже очень сложная тема, и ее все обсуждают, и он еще до сих пор находится в работе, насколько я понял. Когда к какому-то общему знаменателю подойдет разговор, тогда мы будем его и обсуждать. Сейчас идет разговор в конце все-таки о перспективах. Я бы хотел у вас спросить, а что предлагает блок оппозиционных сил, оппозиция, что предлагает в том направлении, чтобы наша экономика двигалась, не шла такими, как вы считаете, несколько замедленными темпами? Вы считаете, что она должна быть более эффективной? Вот какие конкретные предложения? Для развития экономики там одного фактора недостаточно. Здесь много факторов влияет на экономику. Начиная с политической стабильности, развития гражданского общества, криминогенная ситуация. Много-много факторов влияет на развитие, как говорится, экономики. Сказать, что вот мы вот здесь вот такой закон или такое постановление примем, и завтра у нас будет все в ажуре, так сказать, не получится, значит, Валерий Дович. Дело в чем? Я опять-таки говорю, дело в том, что под каждую реформу, под каждое развитие нужны соответствующие средства нужны. Финансовое обеспечение, финансовые ресурсы. Их у нас нет. К великому сожалению, у нас нет. Вот стратегическая программа, которая создана, да, хороший документ создали, все, я так внимательно ее изучаю, так сказать, очень внимательно изучаю. Вот 261-я страница, источник финансирования, там написано, не менее 60 миллиардов нужно на реализацию этой программы. В 70 лет. Да, не менее, значит, мы 6 миллиардов в год должны выложить. Должны изыскать. Должны изыскать. А у нас, извините меня, собственный бюджет 3600, значит, нет у нас этих средств на сегодняшний день. Там предлагаются некоторые другие еще меры, значит, поэтапно, как я это понимаю. Поэтапно, естественно. Поэтому, значит, я говорю, что для того, чтобы выйти из этого положения, мы начали с этого с инвестиций, с закона об инвестициях. Ахра здесь сказал, что уже по акту нормативка готова. Ну, наверное, надо уже ускорить, это уже год как принят закон. Это президент требует, да. Так сказать, надо, наверное, как-то ускорить, дорогие друзья, там, что нет штатов, это, ну, это внутренние ваши вопросы. Это внутренние ваши вопросы, там, кто как работает один, эффективно, неэффективно, вы, если управленцы там, так сказать, вы должны, так сказать, нести ответственность. Понимаете, это должно быть и государственная поддержка Российской Федерации, значит, с ними надо говорить, именно, так сказать, эти задачи ставить, именно эти подходы реализовывать, и, естественно, частный бизнес. И наша внутренняя организованность, именно здесь, в Абхазии, мы проявим волю, так сказать, или нет. А так, извините меня, так сказать, если мы здесь не отрегулируем те вопросы, которые я говорил, с чего я, как говорится, начал, о причинах, и, то у нас ничего не получится, Валерий Давидович. Так нельзя. Как вы прокомментируете ход нашей дискуссии в заключении, в общем-то, этого хода? Нет, ну, все, что здесь было сказано, я думаю, все это, конечно, и полезно было обсудить, услышать, как бы понять, где есть недоработки, ну, и в то же время это должно быть стимулом и детонатором того, чтобы надо как-то по-другому, мне кажется, даже отношения вот с нашим партнером надо уже по-другому выстраивать. На тот момент, как Беслан Сергеевич говорил, безусловно, без наличия инфраструктурных таких проектов и социальных проектов решать вопросы развития даже экономики было бы сложно. Почему? Потому что инвестор, приходя в страну, он, в первую очередь, будет, как бы, естественно, внимание привлечет его наличие инфраструктуры, есть она или нет. Если ее нет, ну, не каждый захочет вкладывать средства в государство, где нет инфраструктуры. С одной стороны, это нормально, но с другой стороны, вы знаете, я вот как-то мне не высказывал, абсолютно не имел ничего против абсолютно взаимоотношений России и Абхазии о том, что, может быть, целесообразно было бы нам как-то на какой-то период даже отказаться от материала, от помощи, которую нам оказывают. И это было вызвано тем, что я надеялся побудить уже нашу сторону Абхазскую к тому, чтобы мы задумались над тем, как вот свое будущее выстроить таким образом, ну, скажем, какой-то алгоритм нашего развития построить. И понимая, что мы самостоятельно будем это делать очень долго, уже тогда обратиться к России как к партнерам, чтобы им тоже было выгодно. Вкладывать в Абхазию, чтобы они могли получать дивиденды. А иначе, знаете, как бывает, есть такая так называемая голландская болезнь, когда в страну либо за счет ресурсов имеющихся или вот такой помощи попадают средства, особо не напрягаясь, она начинает приучать к иждивенчеству. Вот я хочу пожелать всем нам, вне зависимости от политических как бы пристрастий и отношений, чтобы мы не приучили, не привыклись, не свыклись с этим иждивенчеством, а все время были вот как бы вот в режиме как бы постоянного поиска, напряженной работы, споров, диспутов. Что в конце концов мы могли, ну если что-то делаем, сегодня для меня очевидно, любой гражданин нашей страны, он в первую очередь задумывается о своей стране, о народе задумывается, о детях своих задумывается, о семье и каждому хочется, чтобы в этой стране было лучше жить. И дай бог, чтобы мы имели в себе силы интеллектуальные найти возможности, найти, я не знаю, другие какие-то возможности, чтобы мы эти задачи могли совместно решать. Мы не должны друг друга сегодня упрекать, ты сделал хуже или я сделал лучше, или завтра другой придет, сделает лучше. Так нельзя ставить вопрос, мы никогда ничему не придем. Замечательная речь для финала нашей передачи. Я тоже могу добавить, я согласен с Бесланом Сергеевичем, что для того, чтобы нам ускориться, факторы влияющих на это очень много. И мне понравилось то, что один из существенных тоже факторов, это политическая стабильность. И согласен с Бесланом Константиновым, она просто нам жизненно необходима, потому что я еще раз хочу обратить внимание, что есть максимум полтора года, когда мы те факторы, кризисные сложившиеся в мире, можем максимально эффективно использовать на благо нашего народа, поднять его доходы населения, уровень жизни и все прочее. И, конечно же, нам надо помогать. У нас народ небольшой. Что касается именно специалистов высочайшего класса в сфере экономики, у нас тоже не так много. Я думаю, Беслан Сергеевич со мной согласится. И любая мысль, направленная на позитив, любая мысль, направленная на то, чтобы народу стало лучше жить, она должна аккумулироваться, она должна генерироваться и с толком быть использована на благо нашего народа. — Два слова буквально. — У нас так по кругу как раз пошло, да, уже заключательная речь. — Ну, я все равно, я считаю, что у нас интересная беседа была. Да, мы как бы разные темы затрагивали, разные вопросы поднимали, но мы не так. Я первый раз, как говорится, уже здесь в вашей студии, поэтому многое хотелось бы сказать. — Но мы, конечно, ограничены временными некоторыми рамками, поэтому все равно спасибо, что у нас такая встреча была. Да, действительно, я первым поставил политическую стабильность. — Ну, уважаемые коллеги, мы не должны забывать, что политическая стабильность в первую очередь будет зависеть от действий, в первую очередь от действий властей. Это на власти большая здесь, большая ответственность, чем, как говорится, на другие силы. Поэтому мы говорим, слушайте нас, услышьте нас, значит, и принимайте к сведению то, что мы... — Все позитивное мы всегда слышим. — Не просто принимайте, надо сотрудничать еще, я считаю. — Вы знаете, на самом деле, конечно, один из самых основополагающих вообще элементов спокойствия и жизнедеятельности государства — это его внутренняя стабильность. Я думаю, что вот мы, по крайней мере, здесь пришли к одному знаменателю, потому что для того, чтобы у нас экономика развивалась продуктивно, первым необходимым качеством нашего общества должно быть, фундаментом нашего общества должна быть стабильность. Поэтому я тоже согласен с вами, что вот такого рода беседы, не такие, не зашкаливающие по своей эмоциональности, а конструктивные. Я тоже согласен со многими о том, что у нас несколько раздробленность такая все-таки существовала, потому что мы давно не встречались и вот в таком составе. И, конечно же, нужно будет привыкать к тому, как вести диалог с теми, у кого есть предложение. И вообще там эта оппозиция или это не оппозиция не имеет значения, потому что привнести свой вклад может вообще любой гражданин. У него тоже может прийти какое-то осенение, озарение какое-то. И всех нужно, конечно, выслушать, со всеми нужно беседовать. Огромное спасибо вам за то, что вот в такой, на мой взгляд, все-таки в конструктивной такой форме произошло. Ну, старались, во всяком случае. Да, ну, бывали отклонения, но некоторые, да, от темы. Но все-таки, хотя я думаю, что вот если говорить о реальности и перспективах вообще в нашей экономике, я думаю, что наши телезрители не очень-то получили такую большую картину. Возможно, это в рамках 40 минут. Валерий Дорогич, у вас каждый вопрос, это отдельная тема для отдельной передачи. Ну, в общем-то, у меня не так уж много было вопросов. Но я думаю, что вот не такая уж у нас трагическая ситуация здесь у нас, чтобы мы говорили о том, что реальность совершенно экономическая, да, катастрофическая. И мы находимся в очень тяжелом положении. Я вижу, многие работают или пытаются что-то сделать, понимаете, в том числе и оппозиционные силы тоже вносят вот... Вот у нас два предприятия, миллиарда 200 получили кредиты. Да. Они же пытаются, это хорошо, когда наши граждане активные... Стимулирование активности. Да. Стимулирование активности. Мы показывали в наших программах, вот так называемая программа у нас есть, кредитная история, где показывают тех людей, которые на кредиты полученные, да, уже многое сделали. Это очень многое. И открывают рабочие места. И это их тоже вдохновляет. И нас тоже вдохновляет, что есть вот такие силы конструктивные, которые способны нашу экономику продвигать вперед. Огромное спасибо еще раз всем нашим телезрителям за терпение за эти полтора часа. Я думаю, эта тема будет продолжена в экономике еще в следующих передачах. И разные гости у нас побывают, и мы услышим все то, что необходимо для роста нашего государства. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.